Бизнес-ланч На подводных крыльях Планируется запуск производства В подмосковной Дубне На базе Особой экономической зоны Давайте начнем с самого начала Компания Мортех Расскажите, пожалуйста, как давно она была создана И какая продукция производится Историю Несмотря на то, что наша компания создана Всего лишь в сентябре 2019 года Сама команда по разработке Скоростных катамаранов на подводном крыле Существует уже 3 года Мы придумали, разработали И сделали первый опытный образец На котором проверили Как ведет себя подводное крыло На катамаране В водной среде О команде несколько слов Кто ваши коллеги В основном это фрилансеры В разных точках нашей страны Потому что Это более выгодно, более удобно Но при этом Мы сейчас будем собирать Конструкторский коллектив Который уже будет Непосредственно базироваться В Дубне И непосредственно там работать И несколько слов Вот об этих катамаранах Которые изначально придумали Что это? В чем их особенности? Ну, вообще Подводное крыло Как таковое Оно не первый день Существует на свете Впервые Патент на подводное крыло Был получен В 1894 году Но как такового Большого коммерческого использования Оно не получило Коммерческое использование Подводных крыльев Началось только с момента Когда наш соотечественник Алексеев Придумал и разработал И запустил в производство Современные В то время Современные суда Это Метеоры Ракеты И только тогда Началось широкое использование Подводного крыла Но при этом Оно Можно было Доставить Быстро Добраться из точки А В точку Б Но ни о какой Экономической эффективности Речи не было Потому что Помимо того Что судну Надо было двигаться вперед Надо было еще Обеспечить Чтобы судно Поднималось вверх И летело над водой Мы же Ну мы тоже Не первые На этом рынке Обратили внимание На катамараны Которые были оснащены Подводным крылом И получилось следующее Что при минимально Смоченной поверхности С максимальной скоростью Лодка двигается С максимальной эффективностью Например На опытном образце Который мы изготовили И испытали Были достигнуты Следующие Динамические характеристики Разгон От нуля До 100 км в час Составил всего лишь 7,5 секунд При этом Если бы мы брали Классическое судно Которое вдруг По непонятной причине Стало двигаться Со скоростью 100 км в час То там бы В зависимости от мощности двигателя Которые должны быть Соответственно Очень мощными Расход топлива Бы составил От 150 до 200 литров В час У нас же Составило всего 35-40 литров в час На движении Со скоростью 100 км в час Ну то есть Достаточно экономичное Да Потому что скорость Максимальная Расчетная скорость Судна Составляет 160-180 км в час На воде Которые При движении На воде Ну скорее всего Никому не нужны Потому что Это небезопасно Здесь в основном Ставится Упор Делается упор На экономическую Составляющую На экономическую Эффективность Так При движении 100 км в час На воде У нас обороты двигателя Двух двигателей Составили всего лишь 4000 оборотов В минуту При этом Как я уже сказал Минимальная Смоченная поверхность Минимальное Сопротивление воды Именно поэтому Такая высокоэкономическая Составляющая То есть Минимальный расход Топлива При очень быстром Движении Как долго шла Разработка Вот этого Опытного образца Ну Если вот так Углубляться в историю То на самом деле Вся эта история Началась три года назад Когда я был В командировке В городе Нью-Йорке И все мы видели Все мы знаем Что между Нью-Йорком И штатом Джерси Ходят скоростные Катамаранчики Ну Когда я сел Первый раз На этот Катамаран Подумал Что Учитывая Что там Сорок семь километров Я подумал Что ну Час времени У меня как минимум Есть Достал книжку Расположился в кресле Когда через 15 минут Стюарт пригласил К выходу Человеку Которым Интересуется морем Болеет морем Было непонятно Каким образом Все это произошло Ну И после этого Я стал читать Смотреть Как Так что Смотрел Патенты Других Разработчиков Подобных судов Ну и в итоге Объединив Все это Воедино Я и мои коллеги Мы придумали Ну некую Я не скажу Что новую конструкцию Но по крайней мере То что я читаю В интернете Смотрю на Своих прямых Конкурентов У нас Лодка получилась На 10-15% Эффективнее Чем за рубежом Эффективность Вот она в чем Выражается То что экономичность Высокая скорость Низкий расход топлива Понимаете Средняя скорость Движения на воде Составляет Где-то от 40 До 60 Км в час Но при этом Если мы возьмем Классическое Глиссирующее судно Которое идет Со скоростью 60 км в час Оно потребляет Где-то 100-140 литров В час Ну Дорого Очень дорого Двигаться на воде Но Мое судно Оно будет Потреблять В этом же режиме Где-то 20-22 литра Материалы Из которых Изготовлено судно Насколько оно Вместительно Ну Если обратить внимание Вот сейчас Передо мной Стоит Модель Той самой Лодки Которую мы Сделали Опытный образец Это РИП То есть Лодка Пластиковая лодка С надувными бортами Почему была выбрана Эта конструкция Ну потому что Она самая дешевая Которая позволяет Проверить Все те характеристики Которые нам нужны У нее длина 8,5 метров Ширина Где-то порядка 3 метров Вместимость 8 человек Они могут Достаточно комфортно На ней расположиться А грузоподъемность На 8 человек Грузоподъемность Грузоподъемность У этой лодки Расчетная 3 тонны Но Вот что мы делали Мы эту лодку Загружали Двумя тоннами песка И лодка Их просто не замечала А сами материалы Расскажите Материалы В данном случае Лодка использована Лодка построена С использованием Стеклокомпозита Сама матрица Была Для этой лодки Сделана На 3D принтере Так Могу сказать С особой гордостью Что мы Первые в России Кто стали делать И применять 3D принтинг В изготовлении Морских судов С использованием Лодка была сделана С использованием Современных Материалов В том числе Вспененного алюминия Это единственный металл Который может плавать на воде Ничего себе Скажите Владимир Владимирович Ну вот сейчас Я так понимаю Производство Должно начаться Уже в массовом порядке В Подмосковье В Дубне Да После того Как построим завод Да Осталось только Всего лишь Начать и кончить Потому что Спасибо правительству Московской области В декабре Нам был выделен Земельный участок Под строительство Верфи Без ложной скромности Могу сказать Что Это первая частная Верфь Современной России Которая будет Строиться С нуля Ну и тем более Это первая частная Верфь вообще В Московской области Именно которая Строится с нуля Я не беру Те которые Существовали На ранее На советских Производствах А это С нуля В чистом поле Строится Верфь Ну все зависит Только от От нас Как быстро Мы ее построим Чем быстрее Мы ее построим Тем быстрее Мы запустим В производство Но опять же Хочу сказать Это только планы Но тем не менее Я собираюсь Их реализовать Как только Будет построен Хотя бы Первый цех Производство Уже начнется Я хочу напомнить Программа Бизнес-ланч На радио 1 Говорим сегодня О производстве Скоростных судов На подводных Крыльях В подмосковной Дубне Начнется Вот такое производство В студии Генеральный директор И генеральный конструктор Компании Мортех Городского округа Дубна Московской области Владимир Ларькин То есть получается В декабре месяце Была выделена Земля В особой экономической зоне Сколько там места И на каком этапе Вот сейчас уже находится Какое-то Началось уже Строительство Места вполне достаточно Для построить Построить хорошую Современную верфь Это 2,5 гектара На которых можно Разместить Где-то порядка 13-15 тысяч Квадратных метров Производственных площадей На которых будет трудиться От 30 до 50 человек То есть это Новые рабочие места Для Московской области Какие специалисты потребуются? Вы знаете Потребуются специалисты Разных направлений Но если так посмотреть То полное наименование Нашей компании называется Лаборатория композитов И проектирования Морская техника Основной упор делается Как вы обратили внимание На слое проектирования Например Помимо производства судов На подводных крыльях Мы собираемся развивать Такую технологию Как 3D принтер 3D принтеры Причем не просто 3D принтеры А промышленные 3D принтеры Больших форматов С площадью печати От 2 до 6 метров Для чего они будут? Они будут непосредственно уже Элементы конструкции И элементы матрицы Понимаете Когда вы производите Композитный корпус Ну любой композитный материал Основой для композитного материала Является матрица Где вы выкладываете Из гнущихся элементов Стекловолокна Вы выкладываете Некую конструкцию Которую впоследствии Заливаете смолой Которая отвердевает И у вас получается Красивая твердая конструкция Так вот Для того чтобы Сделать эту конструкцию Сначала вам надо Сделать мастер модель Это то как будет выглядеть Ваша конструкция В последующем Но при этом Это делается Она полнотелая Очень долго изготавливается Очень долго Запускается в производство Потом вы Поверх этого болвана Полученного Делаете матрицу Которую снимаете С болвана И в итоге У вас получается Некая матрица В которой вы уже Сможете изготавливать Готовые изделия Но при этом Средняя жизнь матрицы Это 20-30 изделий Потом она деформируется И вам приходится Все начинать сначала Заново Да В том случае Если вы применяете Технологии 3D печати То вы эту матрицу Можете сделать Непосредственно Сразу уже В готовом виде Вы ее можете Собрать на винтах На болтах И когда у вас Будет готовое изделие Вам достаточно Только раскрутить их И Снять изделия Из матрицы Вынуть изделия Из матрицы При этом Обращаю внимание На то что Если вы используете Классические Технологии Классическую матрицу То вы не можете Делать изделие С отрицательными углами Потому что Когда вы Не сможете Ее вытащить вверх Потому что Такова физика И геометрия Изделия Но в том случае Если у вас Сама матрица Раскручивается То тогда Для вас вообще Нет границы Вы можете сделать Все что угодно Скажите А где-то подобная Практика Существует? В российской федерации Нет Есть единственная Верфь в мире Это Азимут Которая В прошлом году На Каннском Бот-шоу Представили Первую свою яхту Которая была Изготовлена Именно по такому Принципу Когда Матрица была Изготовлена На 3D принтере Владимир Владимирович Я так понимаю Что начнется Все Вот с таких судов О которых вы рассказывали 8 метров Правильно? Что-то в дальнейшем Планируется Какая-то их модернизация Да Планируется Мы проектируем Достаточно большой Модельный ряд Лодок Начиная От 8,5 метров До 20 метров Начиная Там В том числе И Яхты Очень Повышенной комфортностью 8-метровые Лодки С которых Все начинается Уже есть Заинтересованность Да Рынок сбыта Какой-то Определился Ну Помимо Гражданского сектора В котором Тоже достаточно Высокий интерес Но Честно говоря На который Я немножечко Боюсь выходить Потому что Придется продумать Технологию Защиты Так называемую Защиту от дырака У нас Как не прискорбно Это звучит На Клязьминском Пироговском И иным водохранилищем Если откроем Статистику То Где-то Порядка 10-15 случаев В год Происходят С гидроциклами А теперь Представьте себе Маленький гидроцикл А вместо Маленького гидроцикла Несется Большая-большая Лодка С очень Высокой скоростью А за штурвалом Находится Пьяный человек Поэтому Сейчас Продумываем Технологию Каким образом Сделать так Чтобы Люди могли двигаться С этой высокой Эффективностью Экономической Эффективностью Но не достигали Критических скоростей Такие критические скорости О которых я рассказал Они конечно Прежде всего Интересны Военным Специальным службам С которым Мы сейчас Ведем переговоры И у которых Есть очень Очень высокий Интерес К данным лодкам Например На презентации Которую мы проводили В сентябре месяце Для сотрудников Министерства обороны Им очень понравилось Стоимость Вот такой лодки Какова будет Стоимость Такой лодки Составляет 3 миллиона 750 тысяч рублей Что очень конкурентно способна Ну опять же Ровно по той самой причине Что мы удешевили Начало производства У нас получилась Такая конкурентная цена Могу сказать Что Основной рынок Рибов Это лодок С надувными бортами На России Это компания Брик И компания Мнев Вот самая дешевая Лодка Мнева В таком размере Это 4 миллиона 300 тысяч А Компания Брик Это Под 5 миллионов рублей Скажите Значит Сейчас начинается Строительство Первого цеха Как только он будет Закончен Начнется уже Непосредственно Производство А какие-то сроки Есть Когда планируете Начать Слушайте Я очень суеверный человек Я вот Реально боюсь Если брать бизнес план То Да Производство первой лодки Это конец 2021 года Но я думаю Все произойдет Гораздо быстрее Сколько в год Планируете Производить На первом этапе Это где-то 40 корпусов В год Дальше Это все будет Развиваться Расскажите О поддержке От Московской области Начинается все С того земельного Участка В целом Как сейчас И осуществляется Сотрудничество Вы понимаете Сейчас О какой-то Некой глобальной Поддержке Говорить еще рано Потому что Все в стадии Переговоров Но уже Видно Что эта поддержка Есть Интерес очень высок Нам выделен Земельный участок На очень льготных Условиях Нам предоставлены Достаточно Большие налоговые Льготы Что очень существенно В современном мире Ну и С рядом Агентств Как Федеральных Так и Агентств Московской области Мы ведем Переговоры О мерах Финансовой поддержки А изначально Вот тот капитал На который Все это Осуществляется Это частные средства То есть Здесь Никакого Привлечения Никакого Привлечения Все делается Исключительно На деньги Частных инвесторов И Первая То есть Сама Разработка Проверка Технологии Запуск В производство Изготовление Первого Опытного Образца Все делается Исключительно На частные деньги В инициативном порядке Без привлечения Государственных средств Расскажите еще Более подробно Вот о внутреннем Наполнении Лодки О том Какие материалы Вот вы уже Обмолвились О том Что сплав Алюминия В такой Вспененный Да Что это такая Новая технология Чем еще Наполнена Лодка Я так понимаю Что там все Такое Достаточно Да Оно все Достаточно Инновационное Мы используем В том числе Очень интересные Деревянные Панели Которые Я не буду Сейчас раскрывать Их внутреннее Содержание Потому что Все находится На стадии Патентования Но я могу Сказать вам Что мебельный щит Из ценных пород Дерева Который мы изготавливаем Вот он Сейчас лежит Рядом со мной Он Порядка В 10 раз Легче Чем Стандартный Мебельный щит Который мы Используем То есть Понимаете Какая история Я строю лодки Но тех технологий Которых я достигаю Они позволят Строить не только лодки Они позволят Двинуться Достаточно далеко Вперед Именно поэтому Мы В своем названии В первую очередь Поставили Это лаборатория Проектирования Мы хотим Думать о будущем Мы хотим Двигаться вперед И я надеюсь Нам правительство Московской области Федеральное правительство В этом окажет Поддержку и содействие То есть фактически Будет какой-то проект Который потом Можно будет передавать С другим регионам Для реализации Да конечно То есть на это тоже Да конечно И Понимаете Чем хорош 3D принтер Вы один раз Сделали модель Занесли ее В компьютер И дальше Вы можете масштабировать Своё производство В любом месте Вам достаточно будет На железнодорожной платформе Привести Этот принтер Поставить его В неком цеху И запустить В производство Владимир Владимирович Вот так вот уже 3D принтером Есть какая-то Заинтересованность Из других Может быть регионов Я могу сказать Вы вот первые То есть я Всегда Достаточно долго Держу информацию В себе Для того Чтобы Ну опять же Суеверный человек Не сглазить И начинаю говорить Об этих технологиях Только тогда Когда это уже проверено Когда я действительно Могу что-то предлагать И могу двигаться вперед В конце 2019 года У нас была Достаточно большая встреча С университетом Города Дубна Где мы Решили Подумали И скорее всего Мы вместе с ними Помимо лодок Будем делать Сами 3D принтеры Больших форматов Ну я так понимаю Ну я так понимаю Что уже есть Значит И заинтересованность Со стороны Военного сектора Не хочу По поводу лодок По поводу лодок Именно Про 3D принтеры Понятно Про лодки Со стороны военного сектора Со стороны гражданских Ну я так понимаю В частные Вот в такие уже Коллекции Пойдут эти лодки Как вы думаете Какие регионы Могут быть заинтересованы Вот так вот Для В целях перевозки Может быть У нас же Достаточно большая страна Да мы планируем Если в Нью-Йорке Они курсируют И перевозят гражданских Но в Нью-Йорке Там извините 40 метровый паром На производство Которого у меня Пока нет Ни сил Ни мощности Да наверное Даже знаний Еще пока не хватает Поэтому я За них браться Точно не буду Но могу сказать Что вот на базе Этой маленькой 8,5 метровой лодки У нас разработана Модель легкого транспорта Которая там Для северных регионов Например Было бы очень востребовано Когда вам надо Переместить Один автомобиль Два квадроцикла Два снегохода Или что-то такое То есть автомобиль Естественно тоже встает Автомобиль туда легко встает Включая большой внедорожник Замечательно на этом При этом там делается Так чтобы была Грузовая аппарель Откидная на берег Ну и за счет формы Корпуса За счет формы носа Лодка очень далеко Имеет возможность Выходить на берег Сбрасывать эту аппарель И да А получается дизайн Внутри он А лодка изначально Проектировалась Опять же Мы же живем В современном мире Если автомобиль строения Уже давно Переходит на модульное Производство И на платформенное Производство Почему это не может Существовать на воде Поэтому лодка Изначально Проектировалась Как платформа Некая единая платформа Для большого количества Судов Когда вам Не надо Привлекать Большие средства Для того чтобы Сготовить новые судны Вы просто меняете палубу Делаете иное наполнение И у вас на одном Корпусе То есть безграничность Модельного ряда Ограничена только Фантазия и заказчика То есть фактически Она может быть И грузовым средством Передвижения по воде Так и пассажирским Абсолютно точно Она может быть Как лодка для развлечений На которой семья выходит На акваторию Она может быть Построена В пассажирском варианте Где достаточно Плотненько Тесно друг к другу Но 12 человек Перемещаются Из точки А В точку Б Еще раз говорю Там особенно В местах Где происходят Там заливы Наводнение Вот я тоже Про это подумала Очень удобно Когда лодка Выходит на крыло И когда она движется На достаточно Небольшой скорости Это где-то Лодка выходит на крыло Где-то на скорости 24-26 км в час И В этом случае Ну по крайней мере На испытаниях У нас Минимальная Грубо говоря Глубина Составила Всего лишь 35 сантиметров А погодные условия? Ну Лично я сам Выходил на этой лодке В волну Полтора метра То есть Это достаточно Для таких лодок Это достаточно Высокая волна И с учетом того Где вы ее? Онежское озеро Ага С учетом того Что Лодка использует Не только Как таковое Подводное крыло Но еще Эффект экрана Который образуется Внутри Водоотводящего канала Это катамаран Между двумя корпусами Есть пространство В которое Попадает воздух И который тоже Создает дополнительную Подводную силу Поэтому Когда У подводного крыла Когда лодка идет С волны на волну В верхней амплитуде Теряется подъемная сила Подводного крыла В этот момент Лодку поддерживает Эффект экрана И лодка просто Летит над волнами И она их не чувствует А насколько она Легка в управлении Владимир Владимирович? Она очень легка То есть Ребенок Легко может Ею управлять Но лучше не нужно Лучше не нужно Потому что все-таки Скорости Действительно Достаточно серьезные Понимаете Тут уже еще Одна история Получилась Той, которая Вообще Никто не ожидал Что На низких скоростях До 20 км в час То возмущение Которое вызывает Подводное крыло Оно Входит В противовес Той амплитуде Волны Которые Дают двигатели Лодки То есть винты И Они как бы Накладываются Друг на друга И за лодкой Остается абсолютно Ровная поверхность Ничего себе То есть лодка Двигается На воде Да А следа За ней не остается Ну такое ощущение Что вы просто Палкой провели По воде Там вот какое-то Некое возмущение Есть И все А классического Того что мы привыкли Когда катер Идет на воде За ним там Такой бурун Независимо от того На какой он скорость Идет Этот бурун Есть Спутерный след Присутствует Здесь этого нет В принципе Ну что ж А когда начнется Уже набор Сотрудников Ну он практически Уже идет У меня например Завтра встреча С кадровыми агентствами Да идет Специалисты Откуда Буду стараться Либо брать С Дубны Либо Университет Дубны Нам в помощь Есть сотрудничество Да С ними Да С ними есть сотрудничество Будем рассматривать Вопрос о том Что брать Сразу под крыло Студентов Растить их И делать К сожалению Судостроительные Компетенции Немножечко у нас Утрачены И их надо Восстанавливать Ну Все карты Вам в руки Спасибо Потому что В таком месте Вы находитесь Экономическая зона Дубна Собственно Я думаю Что все получится И с теми кадрами Которых вы для себя Будете выращивать Ну а мы будем ждать Уже Когда Зовите Буду рассказывать Спасибо большое Что пришли к нам Сегодня в программе Бизнес-ланч На радио 1 Принимал участие Генеральный директор И генеральный конструктор Компании Мортех Городского округа Дубна Московской области Владимир Ларькин Спасибо Спасибо вам Бизнес-ланч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok